Девчонки уже кое-кто несколько раз спрашивали про эту помаду. Вот это 673 номер, Dior Addict. Вот такая вот новая линия. И такой вот карандаш для бровей вот так вот открывается. Вот так вот закрывается, чтобы не ломалось. И здесь есть такая вот расческа для бровей. И называется это вот так вот. Номер 31. Я выбрала один из самых светлых тонов. Но все равно он на моих татуированных бровях получается темным. Я всегда выбираю светлые тона карандашей для бровей. 31 номер. И вот уже наступает вечер на Prata de Lavalle. Всем привет. Я жду Петьку. Мы с Петькой тусанемся сегодня. Всем пока. Девчонки, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Сейчас хочу сказать два-три слова. Переверну на Prata de Lavalle. Посмотрите, какая красота. Это бар-бокс. Но воскресенье закрыто. Может откроется вечером. Я не знаю. Это Prata de Lavalle. Солнышко вышло. Снова. Снова. Жара. Дышать нечем. Я тут присяду и скажу три слова Аделия. Уважаемая Аделия, я вас понимаю, что вы хотите только красоту Италии. Я хотела давать эту красоту через мои видео. Все мои видео как раз таки были только о красоте Италии. Каждый день, что происходит вокруг, начиная с карантина. Даже во время первого карантина я снимала красоту Италии. Ходила по безлюдным улицам. Снимала архитектуру. Хоть и пустые улицы, ходила и рассказывала про Италию. Предупреждала наши бывшие страны СНГ, чтобы готовились к этой пандемии. Это в прошлом году. К сожалению, Скворчиха написала много сплетен обо мне, о моем сыне. Ради того, чтобы я больше не работала блогером. Эти другие пешки, мелкие людишки, типа Энджи, подхватили все эти идиотские сплетни. И всеми правдами и неправдами начали меня травить. Это вы хотя бы принимаете или нет? Или вы думаете, что это мои фантазии? Теперь смотрите. Я человек, который за 54 года даже ни разу не болела. Ни разу. И тут вдруг физически я здоровый человек. Меня начинают травить. Потому что в жизни реально я никогда столько злости и жестокости не получила. Столько садизма. С помощью этих видеомонтажей, с помощью этих комментариев. Я вообще далекий человек от виртуального мира. Я просто хотела показывать вот эту вот красоту, которая перед вами. Просто красоту Италии. И тут меня ввели в такую грязь, в такое мерзкое, какое-то мерзкое, я не знаю, грязное болото. С помощью всяких там видеомонтажей. И я вот с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что это Энджи. Энджи, она и есть самая главная хейтерша меня, которая меня травила ни за что, ни про что. Даже в ее видео о раскаянии, где она попросила прощения у меня, позвонила мне на мой WhatsApp. Я думала, она по-настоящему раскаивалась. Даже ее простила, даже вместе с ней расплакалась. У меня были мурашки, у меня была гусиная кожа на теле. Ой, смотрите, какая красивая сумка зеленая, Вертвертиго. Вот белый цвет с яркими сумками, очень красиво смотрится. Я думала, что она успокоится, но нет же, понимаете, все дело в том, вы думаете, мне интересно каждый день говорить о хейтерах, о негативе. Я вообще человек абсолютно жизнерадостный, позитивный, с меня как с гуся вода. Но, к сожалению, вот эта вот травля оказалась не такой прямо легкой. Я заболела на самом деле депрессией. Я больше не хочу ходить на эти сеансы, не хочу больше говорить о негативе. Но доктор Эсса мне говорит, нет, Жасмин, вы должны прийти 13 августа. Я говорю, доктор Эсса, я не хочу 13 августа приходить, потому что праздник в Италии, феррагоста. Давайте хотя бы попозже. Я вот была в пятницу в 11 утра перед Венецией, и в первый раз я не плакала на сеансе. Я каждый раз час плакала. Вы думаете, что я придумала или симулирую эти болезни, эту болезнь? Вы, наверное, думаете, как синица, как скворчиха, что я все это делаю, эту симуляцию для того, чтобы, как она говорила, вымогательством заниматься, это синица. Но не переживайте, за эти тоже, за эту клевету они ответят вдвоем. За их интервью, за клевету о вымогательстве, за угрозы, за все остальное, за оскорбление. Не думайте, что это просто так можно оставить, затравить человека до депрессии, что человек, который в жизни никогда не болел, который всю жизнь был жизнерадостный, позитивный человек чуть не умер, не думайте, что это просто так безнаказанно останется, как вы просите, хай с ними, пусть троллят. А Жасмин должна показывать красоту. Конечно, я буду красоту показывать Италии, но не хай с ними, не ждите этого. Я была великодушна, я была добра 8 месяцев, но с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что эти нелюди никогда не остановятся, никогда, если не остановить с помощью рук закона правосудия Италии. К сожалению, они каждый день троллят даже другую женщину-блогер из Милана, ее детей такой грязью обливают. Если бы ваша... Аделия, вы говорите, что у вас двое детей. Если бы ваших детей такой грязью обливали, вы будете сидеть спокойно. Да вы первые побежите делать денунчик арабинером, полиции, не знаю, что у вас там в Германии. Понимаете? Не думайте, что просто так им с рук это все сойдет. Не сойдет им с рук. Не сойдет. Зло должно быть наказуемо. Зло должно быть наказуемо. За то, что человека абсолютно... Абсолютно хорошего, доброго человека довели до депрессии, и вы думаете, что я это просто так оставлю. Моему великодушию пришел конец. Это не месть, девчонки. Это не месть, это не хайп. Это не... Как вы думаете, что я думаю? Вы, Аделия, думаете, что я незрелая и тупая, что я думаю, что с помощью хейтеров продвигаются каналы. И вы что, с луны упали, Аделия? Извините меня за выражение. Я с луны не упала. Я прекрасно знаю, что они довели до такого состояния, что мой канал просто остановился 5-6 месяцев, потому что мой психиатр запретил осмотреть эти видео ужасные. Поэтому я много чего пропустила. Но, слава Богу, я иду к лечению. Я почти вылечилась. Я могу радоваться жизни. Я больше не хочу умирать. А было время, когда я хотела умереть. Я не хотела больше жить среди этих жестоких людей. Вы даже не представляете, что такое депрессия. Я сама никогда не верила, что такое депрессия. Я думала, это блажь. Я думала, это блажь людей. А оказалась страшная болезнь. Вы знаете, сколько месяцев я не мыла полы у себя дома? Как можно довести до такого состояния человека, что человек не хочет даже полы помыть или посуду помыть? Поэтому я вам не желаю такого. Не думайте, не думайте, что просто так всё, что просто так можно простить и отпустить, если бы она остановилась после того, как раскаялась, если бы она дальше не продолжала травить меня, Танюшу, её детей, моего ребёнка, мою безвинную, ещё два года нету Мелиссу, мою внучку. Нет, девчонки, если бы вас травили так же, и ваших детей так же, и ваших внуков так же травили бы, я бы посмотрела бы на вас. Поэтому прекращайте мне писать, что я незрелая, что я там, что я сям. Каждому своё, каждому своё. Вы со своей колокольней можете думать, что я незрелая. Я прилагательное незрелое не принимаю. Я, конечно, наивная, я была очень наивная, потому что каждый человек судит со своей колокольней. Я не думала, что столько жестоких людей, особенно среди женщин, есть на свете, которые прячутся за безликими аккаунтами, сидят на своём старом диване и строчат, и строчат, и пишут, и пишут негативы то, который приводит к болезням. Вы понимаете это или нет? Поэтому прекращайте вот эти... Ну, не хотите смотреть? Не надо смотреть, девчонки. Не надо радоваться, не надо думать, ой, скоро границы откроются, все нахлынут в Италию, и никто алые паруса не будет смотреть. Зачем вы этому радуетесь, Аделя? Я от вас не ожидала. Когда-то, по-моему, вы даже мне писали, что ваш ник украли, мне в WhatsApp писали вы, паспорт свой показывали, я за вас заступилась. Вас же саму травили, если это вы, конечно. Я вас помню, я помню ваше лицо, я помню ваш паспорт башкирский. Или это не вы. Поэтому, девчонки, со злом надо вместе бороться, а не говорить, что ты не зрелая, ты не такая, ты не сякая, это говори, это не говори. Да, я тоже немножко шучу, пью за ее здоровье, потому что она в своем, в одном из последних видео пожелала мне утонуть в океане. Не потому что я за нею смотрю, или подписана на нее. Мне присылают все, где она говорит обо мне, все ее видео мне присылают, потому что это нужно для полиции по стали, а не потому что я такая любопытная и хочу смотреть эти идиотские видео этой Анжи. Даже имя не буду называть, все прекрасно знают, кто она. Когда ее вызовут, полицию, она с потрохами выдаст всех своих сообщниц. Имейте это в виду. Я в этом стопроцентно уверена. Она не такая партизанка, как мы из Советского Союза. Она выдаст всех с потрохами, потому что она трус и негодяйка. Подлая, подлая женщина, которая такие видеомонтажи в течение девяти месяцев строчит, монтирует. Это самый подлый человек на свете. Я спокойно, прямо говорю об этом. Прямо. Я не собираюсь спрятаться за аккаунтами, как они думают, пишут специально. Провокации устраивают, что у меня какой-то аккаунт другой есть. У меня нету никаких аккаунтов. Я не умею делать аккаунты. То, что у меня есть, и то мне помогли. Ребята, которые работают в троне. Все, что у меня есть, это они мне помогли. И монетизацию, и с каналами, и все такое. Я вообще ничего не умею делать. Слава Богу, хоть научилась жалобы писать в YouTube, копирайт делать на авторские права. И благодаря этому хотя бы уничтожила половину этих помойных каналов. Я просто не понимаю, вот я не понимаю людей, вот зачем им это нужно? Зачем? Почему они успокоятся? Вот зачем им это? Даже если у меня часы фальшивые, или как она там говорит, контрафакто фальшивые, не настоящая, не оригинал картины. Какое это имеет значение? Когда я рассказываю об Италии, я что, рассказываю о моих часах? Я же рассказываю об Италии, о шопинге, о красоте, о морях, о горах, об озерах, о блюдах, о ресторанах, о тусовках, о дискотеках, о стритстайла. Причем тут мои часы? Поэтому не гневите Бога вашего. Прямо уже такое классное настроение было, даже настроение испортили. Вот никак, вот некоторые никак вот не успокоятся, даже не понимают, что просто надо уметь отвечать в этой жизни. Я не отвечала не потому, что я там какая-нибудь жертва или какая-нибудь добрая, я не отвечала, потому что мне категорически мой психиатр-женщина запретила. Вы понимаете, что я до сих пор хожу? Я должна была идти в четверг, я даже не смогла встать в три часа дня, пройти город пешком и прийти к ней. Позвонила за час вперед, и, как называется, предупредила, что я не могу прийти, что она даже перепугалась, перезвонила мне, сама докторша. Почему? Что случилось? Потому что она привыкла, что я вовремя пунктуально прихожу. Вы не думайте, что все просто так. Я вам не желаю того, что я пережила, и, может быть, еще переживаю, потому что это просто так бесследно не проходит. Всем добра и здоровья, всем счастья. Откройте ваше сердце миру. Откройте ваше сердце миру и добре. Хватит этой злости.